Мне лучше качаться в натурашку, чем ставить, например, 700 миллиграмм в неделю. Похоже на какую-то стафилококковую инфекцию. Я думаю, если быть в супер топовой форме, то при любых договоренностях тебя не задвинут, если бы он смог наколоть себе такие икры, наколоть, какие бы он наколол себе руки и плечи. Пока по синтолу, скорее всего, не будет. В это время делать ПКТ по щитовидной, а потом уже ПКТ по яйцам. Сейчас реально импорт, походу, просто повально фейк. Кстати, охлаждение происходит вот именно таким пропеллером. Я знаю, ты делаешь. Ты не уверен, идешь нахуй. Поэтому, какой нахуй растворитель? Сейчас само растворится, покипятим подольше. Если кто-то хочет от меня сделать нянечку, блядь, я не знаю, что нужно денег на это. Так, давай какую-нибудь тогда семью пообсуждаем, я не знаю, локальную инъекцию пока. Ты потом сними, блядь, вот эту шу-супер-шмотку. Скажу, что это наша новая разработка, блядь. Ему можно сказать, что наши легенды с трусами с кожаными, блядь. А я-то думал, блядь. Я просто, моя жизнь не будет прежней, друзья мои. Всем привет, с нами в городе Санкт-Петербург, в клубе Лит-Джим. Доктор Хайд. Приехал он у нас только что с солнечного, светлого, жизнерадостного. Казахстана. Любимого мною, в частности, по причине самого лучшего мяса. Поел? Конечно. Еще по причине легальных космических тел. Но мы натурал атлет, мы это не едим. Но те, кому да, то в Казахстане за это нет ата-та. Там вообще, мне кажется, ни за что нет ата-та. Сегодняшний мой тренировочный партнер сообщил, что мы качаем грудь. У меня есть мои бинтики. Это бархатные кистевые бинты. И что ж, давай, давай, что мы будем делать? Ну так, ну погнали, наверное, будем делать базовую разминочку. Это прямая живота, потому что вначале еще вся кровь у нас в основном в органах брюшной полости. С утречка. И потихонечку будем переходить из-за зумового движения. Утречко, 12 часов дня. Утречко у меня было в 7 утра, когда я протеин пил первый раз. И поставил гармошечку. Не, ну я... Ну-ка, дорогой мой товарищ, гармошечку. Когда ты ставишь? Гармошечку я ставлю, когда могу позволить себе долго не есть после нее. То есть, надо понимать, что мы ставим ГР как препарат, который стимулирует липолиз. То есть, чтобы эти жирные кислоты куда-то потратить, надо, чтобы телу нечего было тратить, кроме них, как источник энергии. Поэтому на ночь это самый физиологичный прием. Либо если ты его ходишь в другое время, то будь добр, часиков 6 не есть. Если подкожная, часика 4, если внутримышечная. Я не знаю, ребят, я вколол и сразу пожрал. У меня все сжигается и горит. Я всегда... У меня все работает. Ты всегда на дефиците, что ли? Слушай, ну я походу делаю голодный. Ну как, они же не антагонисты в плане работы с инсулином, они антагонисты в плане выработки. Ну, не, если мы хотим, чтобы липолиз был более продуктивен, это такой же нюанс. Он будет тебе помогать худеть, например, за счет сдвига щитовидных гормонов. Так же. То есть... Общая обменка, стимуляция, анаболический эффект. Да, не, если мы хотим получить максимум натощак. Слушай, ну если мы хотим получить максимум, то есть другой нюанс. Если мы не будем жрать так много времени, будет не с чего расти. Поэтому я ставлю его дважды. Рано утром и на ночь. Я сейчас, когда сушился, я фигачивал с утра, вот как раз таки, потом делал 4 часа кардио в бассейне. То есть ГР, потом в вену карнитин и 3 часа фигарил на бассейн. И на ночь. 3 часа в бассейне? 3 часа в бассейне. Удел на 3000 калорий, на 4. Но, блин, зато нормально и мясо сохранилось. Как тебе выступление в Казахстане? Расскажи. Слушай, ну... Чем закончилось? Понравилось ли? Закончилось, что стал четвертым. Вот интересно, что с эстетическими побочками не задвигали людей. То есть чувак, который взял абсолютку, у него, ну, это, опять же, не камень в огород атлета. Возможно, камень в огород производителя комет, который он принимал. Очень сильное высыпание порощевые были. То есть похоже на какую-то стафилококковую инфекцию, которая возникает, если варщик метеоритов на квартире там руки не моет. Или флаконы не моет. А может, просто человек плохо питается и в целом какие-нибудь заболевания кожи. Да, но если мы берем контекст мастер-физиков, там должно быть вот эта эстетичность. Да, кстати, тоже. По местам тогда было меньше вопросов, чем сейчас. Не знаю, почему. Вот на регионалке там были такие моменты, например, на Wellness могла вот третье место занять любая женщина, то, что их там было сейчас всего две. То есть, соответственно, там как бы третье место в абсолютке, где раздавали бабки, было вакантно. То есть кто угодно там мог выйти, там не знаю. Вот прям вот вообще, хоть кто угодно. То есть, хоть продавщица любая с отдела мороженого, который есть в мороженое, стать третьей в абсолютке Wellness и получить, по-моему, 300 тысяч тенге. То есть, ну блин, зашибись. То есть, где-то вот были такие моменты, что народу было действительно мало и в основном принимали участие тренера. Ну, может, поэтому где-то действительно было более лояльное в этот раз судейство. Опять же, это нормально, потому что, ну, франшизу, NPC надо всегда там покупать. Откупать. Отчем много моментов. То есть, это... Мы понимаем, что как бы... Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Но я говорил неоднократно и, наверное, повторюсь. Все-таки, я думаю, если быть в супер-топовой форме, то при любых договоренностях тебя не задвинут и смогут объяснить, что, ребят, ну человек был реально готов. Я так, по крайней мере, думаю. Это первое. И второе, если вы будете в самой лютейшей форме, прям, знаете, такой форме, когда ваши фотки разглядят по интернету просто вот так. Если вы вдруг проиграете турнир, возможно, вы получите больше, чем от первого места. То есть, все скажут, ребята, блядь, а он был охуенный. Он был в топовой форме. Он был явным победителем. Это было видно с судейского места, с последнего ряда, на фотках, на видео. И просто все понимают, что чемпион. То вы получите такую широкую огласку этому моменту. Вы свою медаль еще заберете. А вот такого вот яркого информационного повода о том, что вас реально задвинули, реально. Не то, что вам кажется, вашей маме и тренеру, что вы самый красивый, а всем людям видно, что ты победитель. Так было у Ромы Хрюлина. Он стал вторым. После этого-то... На Польше. Да, на Польше. Там, во-первых, перед турниром все писали, бля, этот чувак насует всем. Рома становится вторым, и зал свистит первому месту. Как бы все судьи подходят. Чувак, прости, как бы, ну тут, понимаешь, мы под него делали турнир. Ты не обижайся, приезжай еще. И потом еще паблики американские. Две недели писали. Прошу бар за панове. А? Прошу бар за панове. Да. Да. Поэтому можно получить определенный бонус. В первую очередь, мне интересен суповой набор спины. То есть, это середина трапеции и ромбовидная, где у меня реально вот так дырки такие по форме. Ну и передний пучок дельты, потому что его надо все-таки растить, а не накалывать локальными инъекциями. Из-за того, что он очень чувствителен и сильно коррлоснабжаем. То есть, с ним сложно какие-то финты делать такие. В плане. Ну, колоть туда локально витамин D3, витамин Е на масле. То есть, в средний нормально, в задний тоже без проблем. В передней очень вот можно и артерию задеть, и нервики, которые рядом с ней. Не под сухожилие груди, вот если попадаешь, что больновато немножко. То есть, прям дискомфорт. Поэтому лучше это, подкачивать. Ну-ка, да, ищем, ищем местные инъекции. А на самом деле... Нет, на самом деле перед этим не колол. Нет, бля. Видел какой-то видос в интернете, у меня уже нашли в задней тесте, что ли. Слушай, а... Я даже не знаю, как мне уколочь. А давай подожди, вот просто на частоту. Вот ты говоришь, ты впоролся с херовыми истериками. А еще 15-й год. Послушай, а вот такая разница, что? Если ты все равно вколол говнище. Вот такая разница. Разница? Слушай, давай так. Ты упал в лужу или ты упал в мусорку? Вот такая разница. Вот реально, вот люди пишут, что синтол. А, ты имеешь в виду, есть какая разница синтола поставлена ли фарма? Да, ну какая разница? Ну смотри, типа фарму ставят, чтобы именно были как бы анаболические эффекты качаться? Нет, я имею в виду с точки зрения факапа. Факапа, я объясню. Факапа синтола, скорее всего, не будет. Вот с Киреевым разговаривали, и он говорит, блядь, да он растасется, ты вся... Быстрее стероидов. Садись в себя бочку, он растасется. Быстрее стероидов. А тюрьмовые стероиды остались, блядь, руками. Нет, ну вот с точки зрения обывателя, который сидит, пишет там, бро, сро, вот это вот говно в чатах. Ну вот какая разница, из-за чего у тебя там нечто инородное? Давай так, по факту. Вот из-за чего? Ну, говоря, анаболические стероиды масляные, можно представить, что он синтол, в который добавили тестостерон. Абсолютно. Будет то же самое. Я тем более того скажу, если мешать там алиаты масла, они очень долго будут растасываться до ПДП. Гораздо дольше, чем синтол оригинальный. А если еще добавлять витамины обычные, то есть инъекционы Д, Е, будет выходить это под две недели. Вообще легко. Это дольше синтолы уводятся. То есть по факту, с кереки они даже в этом плане хуже. Да, даже масляные витамины. То есть в чем прикол вот этой демонизации? У вас какая разница, филер, сука, стероид, блин. Кстати, профилеры в данный момент в Соединенных Штатах Америки и Бразилии используют, краски, местные инъекции высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Которые мешают со стерикой. Она прямо как гель. Она прямо как гель. Exchange It Labs, бренд, спонсор этого, как его, большой, спирами. Они же делают и фарму, и спортпит, и этот гель. Они стероиды делают. Ахереть. Ты не знаешь? Нет. Весь прикол вообще Exchange It Labs был, потому что они сделают стероиды. Сделали спортпит для рекламы стероидов. Так это значит, спортпит брать нельзя на одном оборудовании, если делается со стероидами. Вот там. Да нет, в разных местах делают. Главное логотип. Да, в разных местах. Мы сейчас вот ходили, вообще никто не указывает, где сделано. Вот протеин USN открываешь, made in in Belgia. А где в гараже, в доме на помойке, там, этот, как его, демоник реванш, made in LA. LA? Типа, как, знаешь, в Breaking Bad уехали, там, когда за помойку встали, так типа, давай, давай, шикен дирай. Ну, вот ребята видели на моем канале, уже я показал подделку на Now, ой, на Now, на Салгар. Вот стеклянные баночки, да, знаменитые. В данный момент мне пришла уже целая коробка поддельного Now. Надо будет оригинал только найти, купить, сравнить. Но я уже, обратно понимаю, что оранжевый цвет, больно темный получился, но там витамины, Адам, там еще какие-то жен. Ну, в общем, сейчас реально импорт, походу, просто повально фейк. Так я, тем более того, скажу даже, вот в азбуке вкуса, зайди вот на этом, на московском вокзале, по приколу сними, бренд на тролл, ахербовский. Ага, про фейк? Нет, не знаю, фейк или нет, написано Made in USA. Сука, где? Нет, должен быть адрес производства. Нет адреса производства. Нету. А наклейка русская есть белая? Наклейка русская есть белая. То есть, он как бы где-то... А на ней есть надпись, где сделана? На ней она плохо видна. А должна быть читабельная? По нормам всех регламентов. То есть, 21-го и 27-го, он сказал, качаем грудь. У меня грудь с другой стороны. Пойду, от чего-нибудь поджимаюсь. А что мы? Помните, была реклама колбасы в детстве? Бери больше, а мне и так нормально. У тебя плоскостопие есть? Что есть? Плоскостопие? Есть. Ага, я смотрю, у них здоровенные, значит, плоскостопие. Но еще велик есть тоже, помогает. Кстати, они тоже, многие говорят, что я в них что-то колю, там, блин, выкры колоть, это такой ад. Слушай, нет, давайте подумаем головой. Если бы он смог наколоть себе такие икры наколоть, такие бы он наколол себе руки и плечи, вы же поймите. Поэтому точно... Нет, плечи более-менее, опять же, благодаря турецким витаминам. Да. Ну, не стероиды, естественно, только витамины турецкие, и Виген, и Д3. Все нормально. То есть, в целом, ну, локальные инъекции, если мы говорим в контексте АЭС, они на самом деле это работают. То есть, если просто посмотреть метаболизм депо, вообще препаратов, то есть, есть определенное депо, где находится масляный раствор конкретного эфира, конкретного гормона. И высвобождается из этого депо в кровоток в месте введения, естественно, в тех сосудах, сам эфир самого этого гормона. А расщепление происходит уже сывороточными эстеразами, энзимами в крови. В кровотоке. В общем. Да, то есть, соответственно, там, где есть это депо, по факту, и препарата побольше, и плюс, он создает гипоксию и большее закисление, за счет чего меняется полярность мембраны, и гормоны лучше чего-то мышцы залетают. То есть, с этой точки зрения, Еще раз, ребят, закисление повышает проницаемость клеточных мембран. По сути, эффект закисления, который мы достигаем на тренировке, пампинг и жжение стимулируют во время тренировочного процесса повышенное проникновение как гормонов, так и питательных веществ в ту мышцу, которая закислена. Поэтому, если вы локально полите себе нормальные вещи всякие, гормональные, то чисто теоретически вы от этого лучше вырастите. Я это, конечно, только из учебника знаю и никому не рекомендую. Надо пойти уже все-таки... А если еще вас так же, как и меня, не прут маленькие дозировки, а на меня... Ну, то есть, мне лучше качаться в натуражку, чем ставить, например, 700 мг в неделю. 700 мг в неделю для меня натуральный бодибилдинг, точно. Мне нужно от полутора до двух. Вот мой диапазон рабочей дозировки. И поверьте, такое количество веществ в себя не вколоть, только в саркотан. Он уже хрустит за счет ротокс-стажа. Да, ротокс-старо-тренировочного. Конечно, ты ищешь, куда бы еще можно было пристроить витаминки инъекционные. Тем более, что я... Люблю в нос. Тем более, что я не достигаю нужную дозировку с помощью стабилизированных форм. То бишь, я таблеточки стараюсь не есть. Значит, надо все уколоть. Либо там было, если уж кидать, то только перед тренировкой по чуть-чуть под язык. Под язык, да. То есть, во-первых, мы именуем первое прохождение через печень. Во-вторых, соответственно, перед тренировкой они попадают в подзакисление. И большая их часть она пойдет именно в целевую мышечную группу, а не в то, чтобы быть переработанными печенью и ее покоцать. Блин, у меня как-то грудь еще болит с прошлой тренировки. Ну ладно. Скинули вес. В Петербурге эта фраза может пониматься немножко иначе. неспортивная. Фух. Как раз вот этот участок очень удобен, чтобы в него что-то вштыривать. А вообще фирма Матрикс, которая в Эллиджиме есть, очень интересно сделана в последней линейке. В том плане, что по биомеханике прям хорошо залетают. И с этой конторой я изначально познакомился в Польше, когда я был маленький и думал, заканчивать ли мне институт в ковидные времена или хер на это забить. Я жил в Польше, во сне там я занимался польскими БАДами. Вот я в селе, короче, занимался в карантин, чтобы... Ну, это единственный был способ как-то продолжать подготовку на ВФ, когда я там выступал. Вот. Там было железо от Матрикс. Первоначально как бы я скептически отнесся, думал, блин, говняный Китай. Что-то, блин, не то. Но когда я попробовал, я понял, что, блин, на самом деле Китай может быть не говняный в плане железа и даже может быть такое, что в тренажере на грудь качается грудь, а не, например, не грудь. Дальнейшие цели у тебя нету желания там набрать 20-30 килограмм ради эксперимента, показать, проэкспериментировать. Нет, нет, нет. У меня этот эксперимент был случайный, потому что я очень много вкладывался в одного пидораса и морального, и физического. Он потом меня шваркнул на бабки. Так бывает, я думаю, когда в атлета вкладываешься, шваркает на бабки. Регулярная история. Да, вот. Почти 11 миллионов. И, короче, ну, я остался с голой жопой, но знал про то, что очень сильно упал курс некоторых валют в странах, где легальные гормоны. И так получилось, что во сне мне не прияснились эти гормоны. Я сделал эксперимент с аптечным курсом, где выиграл новичков в Казахстане. Но этот курс я продолжал. Вот сейчас думаю еще немножко повыступать до конца осеннего сезона и выходить на ПКТ. Потому что вот даже тот вес, который больше 100 килограмм, лично для меня уже неудобен. Потому что это для фитовидки нагрузка, какая-то, точнее, не нагрузка, а то, что ее не хватает на тело, недостаточность гормонов. Откидываешь? Нет, я стараюсь ее стимулировать. То есть выходить в рефиды, есть нори, есть селен. в принципе, опять же, я периодически сыгачу ГР, благо я знаю, где взять нормальный. И все это, оно дает мне возможность балансировать. Но в весе до сотки. То есть после сотки все равно начинается синюшность просадки по 3, Т3, Т4 при высоком ТТГ. То есть надо... А не думаешь, что дополнительная стимуляция щитовидки может и истощить? Привести к ее недостаточности, конечно. Поэтому я стараюсь... Почему не компенсируешь там по 3-4 недельки, чтобы она отдохнула? Ну, потому что психологически после щитов всегда геморрой с них слезать. То есть у тебя твой основной обмен становится ну, хер целых, хер десятых калорий. И та калорийность, которая для тебя была дефицитной, по факту становится профицитной. Почему же будет 3-4 недели? Потому что сейчас в 3 недели она не успевает сильно унести собственную. И краской населеннички с йодом можно быстро выскочить, а ее раздружить. Но это если это под конец сушки, опять же. Если мы находимся в гипермассе долго, один хрен надо на ГЗТ садиться по щитовидной и пару месяцев с нее слезать. Вот эти пару месяцев, особенно если они связаны с ПКТ, они будут адом. В плане того, что форма превратится в жопу. Просто. То есть надо либо продолжить АС и вот в это время делать ПКТ по щитовидной, а потом уже ПКТ по яйцам. Либо уж просто тужиться, как я, потом дохудеть спокойно, сделать большее качество и на этом качестве на ПКТ выйти. То есть в этот раз решил просто меньше грузиться вот этими восстановлениями, потому что именно психически, конечно, это херово. То есть когда ты жиреешь просто на том, что для тебя было дефицитно. Хорошо, что у меня нет таких проблем? Ну, я же это не такая масса. Нет там 110 там. Нет? Почти, нет, это гораздо легче человеческому телу при малом весе существовать и жить. То есть... У меня вот сейчас 102 суперкомфортно. Ну вот, прекрасный вес относительно 5G человека генетически к этому готового. То есть еще самый такой прикол, что мне по здоровью качаться желательно все равно и даже подкуршивать. То есть мне это говорили в универе, что у меня из-за дисплазии соединительной ткани надо растить мышечный скелет. Ту-блин, корсет, чтобы не носить пластмассовый. То есть вот такая фраза дословно от хирурга, который делал мне недосмотр. То, что мне очень желательно иметь развитую мышечную массу. А мне наоборот причину качаться. У меня травматическое это, как его? Блядь, не развлокнение? Короче, уже разбитый, знаете, как канат старый уже, то есть мышечная ткань возле сухожильного аппарата на местах крепления. Поэтому, когда люди верят, типа, мне возят испанские стероиды. Такой нем с котеночком, который я вложил в МММ, жду, когда Сергей Пантелеич воскреснет. То есть тут такая же херота, вот кто тебе вот из США повезет? Во-первых, в США стероиды делают хер знает так. Мне подписчики скидывают, а постоянно там какие-то комары, мухи. То есть такое чувство, что там латинусы варят в тачке просто, наверное, в бензобайке. Вообще-то именно так латинусы и варят. Рассказываю. Мексика. Там производство экскурсии сделали? Одно из производств препаратов. Ну, обычный гараж, обычный гараж. Но, кстати, охлаждение происходит вот именно таким пропеллером. Кто когда-либо был в Латинской Америке, в принципе, такие вентиляторы висят везде часто в отелях. То есть вот это охлаждение. Бочка железная стоит важно на костре. То есть вот просто огнище. Бочка железная, она специализированная из-под моторного масла. Такая красивая обгоревшая. Ну, я же машина. Обгоревшая. Вот бочка. Просто вот в углу огромные пластиковые бутыли с маслом. Все дело заливается в бочку. Дальше добавляются там все необходимые компоненты, растворители, действующее вещество порошочек, сам непосредственно тестостерона. А фильтр там был? Какой нахуй фильтр? Подожди. Вот бочка, вот порошки, вот бочки. Масло. Вот все это заливается, доводится до кипения. Берется специальный медицинский препарат под названием дрель. Дрель. На дрель надевается такая насадка для цемента, глубокая, от кучи этих лопастей. Опускается дрель на минимальной скорости, она начинает вращаться, все дело перемешивается, перемешивается по технологической карте, соответственно, какое-то количество времени. Все такое, растворилось. Растворимость не проявляют так просто, зачерпывается, поварешкой глубоко, поднимают и творят внук. Кристаллы есть? Кристаллы внуки, в масле не течет, все прозрачно. Растворилось. Система розлива. Такая хуйнюшка, в общем, педалька. Один шланг кидается в бочку большую, второй, конечно, шланг держится в руке. Стол, флакончики. Во флакончик встает трубка, нажимается, он псих, по 10 миллилитров разливаются в флакончики. Про стерилизацию в флаконах надо спрашивать? Ну, их ставят в духовку. Где бурритос делали, как пироги пекут, домашняя духовка. Она не мытая после пирогов, бурритосов и такосов. Да нет, обычная духовка, вот флаконы приехали, стеклянные, распаковали, в духовку поставили, там на 200 градусов нагрели, открыли, они остыли, это чистое все стали. Соответственно, гараж открыт, ворота, вентилятор крутится, флаконы ставит один человек на стол, второй на них наливает, ставит дальше на столе, третий человек втыкает резиновые заклепочки, четвертый одевает железячку и в такой аппарат нажимает рукой и он так, про перчатки вот, дальше наклейка наклеивается и аптечный препарат мексиканский готов. Бочка, естественно, никак не моется, поэтому дальше наливается новая порция масла, новое действующее вещество, поэтому в каждом препарате есть частичка другого. вот он вот так проваливает в допинг-контролинге, то есть человек думает, что сайт пропик, а там треноментат. Легко, то есть ничего не моется, хотя нет, тренд дорогой, там, наверное, везде чуть попроще. именно по этой причине количество абсцессов у ребят в Америке запредельное, потому что, по сути, и американцы тут дома варят, у них примерно так же все выглядит, только в меньших, менее промышленных масштабах, не в гараже, а на кухне. допустим, заказывают из-за бугра или просто нормальный какой-то товар плюс-минус. Свободная душа такая, знаешь? Это искусство, тут не должно быть науки, это искусство. А американцы, я думаю, все вот, насколько они могут минимизировать закупки чего-либо, они так и делают. Ну, допустим, хорошо, они решили всех кинуть и насыпят везде тест. Что он стоит, как сахар, грубо говоря. Ну, хотя бы его-то можно сделать, чтобы жопу не резали? А как? Технологии нет, технологов нет, доступ к нормальному растворителю. Вручебники скачать из интернета. Доступ к нормальному растворителю нет. Пойми, в Казахстане на каждой улице есть лаборатория, которая делает МЕРС. По одной простой причине, в Казахстане можно все компоненты для метафонаминов купить в четырех магазинах. Сельского хозяйства, химреактивов и все так вот. Там и стероиды можно делать легально, не говорится. А наркотик делать легально нельзя. Но все можно... Не стероиды, я говорю про него. Все можно купить, понимаешь? И у них лабу закрывают там раз в неделю в каком-нибудь районе. В Америке так не получится. Ты купишь пару компонентов, это сразу свистанут наверх, как бы и все. Поэтому, какой нахуй растворитель? Сейчас само растворится, потепить им подольше. Поэтому будет темно-бордовый трианг. Ну, потому что перегретый банально, понимаешь? Поэтому, ну... Ну, скажи, вещества больше. А? Вещества больше. Сейчас выпью витарго нормального из заначки. Я водичку пью. Да ладно, нет, на самом деле. У меня там беташки. Аргинин, креатин, цитрулин и бета-аланин. Я две трети выпил до тренировки. И вот одна треть там с водичкой разбавила, болтается. Так, грузанули мы сисечки, чтобы они не трали нагрузку особо в верхнем жиме, где мы будем только стараться верхними пучочками работать. И основную нагрузку давать от седы, на передние пучки дэк, ну и на трицепс. Потому что передние пучки наколоть нельзя, будем растить. Субтитры сделал DimaTorzok очень важно именно внизу помедленнее подвигаться, где как раз таки основную работу выполняет передний пучок дельты. Ладно, мне неудобно. Вот, да, в телефоне сидеть. Для меня тоже, конечно, актуальное мероприятие, но... О, ребята, вы знали, как вообще сложно отодвинуть работу и посвятить себя полностью тренировке. Особенно, когда пишут за бабки или за какие-то хорошие дела. Ну, все очень важное. Да, оно как бы начинает снять гербани или стороны в сторону и ты фокус не ловишь. Да, вообще, бизнес-то не один. То есть, количество... поток информации. Ты его, в принципе, вывозишь, обрабатываешь. Я там не перегружаюсь в плане буфера информации. Но вот... Когда все в один момент, то начинает... В один момент ты должен потренироваться. Грубо говоря, у нас еще есть и Бажанов приедет попозже сейчас. То есть, у тебя 4 часа, там, 5 часов вырывается рабочего времени. Ты такой... What a fuck? Потому что я встал сегодня в 6 утра и до 6-ти, до 10-ти утра я работал. Почему почти не беру спортсменов? Я не нянечка. Если кто-то хочет под меня сделать нянечку, блядь, я не знаю, что нужно денег на это. Знаешь, что еще проблема? Они еще каждый думают, что он особенный. Плюс, вот сколько ты можешь вывести реально подопечных? Вот сейчас русло опять пишут. Вот реально, сколько... Даже вот люди, кто смотрит, напишите, сколько тренер адекватный может онлайн вести людей, чтобы с каждым была индивидуальная работа. Я думаю, предел 12 человек. Мой предел. Если это профессиональная работа, ты работаешь 8 часов в день, у тебя систематизировано, у тебя разложены программы, питание, приемка информации, я думаю, что можно вывозить на высоком уровне человек... На высоком уровне человек 40, на уровне любителя просто обычного клиента человек 120. Но если у тебя систематизировано все, у тебя вбитые таблицы, у тебя есть подготовленная информация. Excel, Facebook, видеосвязь. У тебя все. У тебя это системная работа, то нету проблем. У меня рекорд, смотри, был 13 человек перед ковидом, когда я заканчивал универсу, борде, на субординатуре. Блин, это пипец. Это просто капсдец. Они сжирают все время параллельной учебе. У меня жизни не было. Но тут еще нужно выстраивать правильную линию общения. Спортсмен-ученик, тренер-учитель. Дал информацию, выполняй. Я не обязан тебе объяснять принятое мною решение. Я знаю, ты делаешь. Ты не уверен, идешь нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok. В Польше, где хер найдешь нормальные стероиды и из мяса только курица доступна и молочка из другого белка. То есть там все остальное в Европе стоит крайне дорого. То есть те же морепродукты, которые мы можем спокойно есть, в магазине купить, там надо кредит на них брать. То есть это прям too much. Тоже вот интересный феномен. По сути, человек генетически вообще не для ББ. но настолько ответственный, настолько вот пахнет, что ну вот преобразился до топ-6 на национальном NPC Польше. Случай травм. И возрастом. Слушайте, давайте так. Кто вот Лешу Кузнецову все знают, найдите его фотки первые, первых соревнований. Блядь. вице-чемпион мира. По-моему, он вице-чемпион мира или про. Ну-ка, чемпион Европы. Супертяжелый весь. Потому что у Леши на старте по генетике было не скажешь. Ну это еще, опять же, на расстоянии проявляется. Способность накопленное мясо удерживать. Слушай, ну у него был длинный путь, он долго пахал. То есть не было только, что он был худенький, вдруг начали качать, и хоп, и пошло. Оказывается. такие, что а оказывается есть генетика. Нет. Там, а оказывается нет, а он смог. Оно много где проявляется. То есть даже вот банально удерживают мясо. То есть есть люди, которые с курса не теряют практически ничего, там чуть ли качества теряют. Есть те, кто, наоборот, полностью все сливают. То есть это же тоже часть генетической предрасположенности. То, насколько вы что-то удерживаете, насколько у вас пропорции, которые вы выправили при негармоничном тренинге, который вы изменили в сторону остающего мяса, удержится, когда вы вернетесь в более гармоничный сплит. Все тоже нюансы. Способность вашего ЖКТ усваивать столько еды, сколько нужно вам в новом весе по сравнению со старым. Потому что у многих такого нет. Банально не хватает ферментов. Банально может не хватать желудочного сока. То есть это все тоже влияет. Это комплекс факторов, которые проявятся на дистанции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, ребят, мы поговорили, подумали. Бросаем бодибилдинг. Уходим в легкую котлетику. Ставьте палец вверх. Пишите ваши комментарии. Занимайтесь спортом, берегите себя. Есть мысли по этому поводу? Сейчас мы докажем вам о том, что Руслан будет бросать анаболики. Попатчевать пиздежом. Всем пока. Попатчевать пиздежом.